Даже стесняюсь спросить, что происходит. Да вот Кэп решил заняться продажей резиновых изделий. Всё банально, деньги на нанат нужны. Да не бзди, таракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счёта плюс 100% кредитов придёт. Оу май, вот это подойдёт. Ну что, Крабик Джон, как твои впечатления первоначальные? Ты знаешь, Капитан Очевидность, это весьма сочно. Приветствую вас, молодец джентльмен и другие подруги. С вами Рокутагин, Капитан Очевидность и новая спецоперация Warface. Долгожданное, Крабики-то, понимаете, заждались уже прямо, оголодали по хорошему ПВЕ-контенту. Сука, кого я обманываю, Крабиков в этой игре давно уже нет. Но тем не менее, сам факт приятен. Выполнена данная спецоперация в скандинавском стиле. Понимаете, такая вот скандинавская дача Хеймзона. Согласитесь, звучит уже годно. И я должен сказать, что не только звучит годно, но и выглядит великолепно, данная спецоперация, пожалуй, будет одной из самых красивых вообще за всё время существования нашей игры. Возможно, в целом, по атмосфере, конечно, по красоте она уступает Припяти или, скажем, марафону. Но, вы знаете, в тройку-пятёрку лучших войдёт однозначно. Да и в целом, вот этот весь скандинавский сеттинг, эта тематика скандинавская, лично мне нравится. Есть в этом что-то действительно такое притягательное, прекрасное, замечательное. Прямо глядишь, и прямо вот душа радуется. Картинка красочная. Красивые северные пейзажи, мотивы. Душевно. А играется нормально? Играется, капитан очевидность, в целом вообще гаднотелло. Тут надо, правда, учитывать, что всё, что мы сегодня говорим о данной спецоперации, может измениться. Потому что, ну, версия не конечная. Может поменяться сложности, геймплеи, даже, возможно, что-нибудь ещё. Но всё, что Алоды могут придумать, всё может поменяться. Сами понимаете, Warface. И супер-секретный тестовый сервер не отражает финальной версии. Всё может измениться. Это надо учитывать. Но то, что я успел потестировать, вы знаете, играется реально в целом хорошо. Никаких дрочных механик, больших турелей, в которые надо много стрелять. Каких-то совсем уж геморрных боссов. Каких-то непонятных, каких-то типа мини-игр, блин. Уклоняться от каких-то мин. Заниматься какой-то фигнёй. Не знаю, там, с помощью ресурсов что-то укреплять. Что-то, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это ерунды. Вот этой всей ненужной лабуды, которая портит геймплей. Всего этого нет. Нет, эта спецоперация, по своей сути, очень напоминает анубис. То есть ты просто бежишь. Тир, непринуждённый. Где-то могут появиться турели. Ну, эти турели маленькие такие, знаете, короче, дикобразы. Выстрелил, замочил, короче. Особо не напрягают проблем, не создают геморроз. Существенного нет от слова совсем, друзья. Большинство противников это пехотинцы. Обычные. Потом идут у нас, конечно же, с дробовиками. Бывает команда, спецназовцы эти, фонарики. Бывают у нас ребята со щитами. Но всё сделано так, что, как бы, они в целом все не раздражают. Их немного, они неплохо сбалансированы. Потом будет ещё кое-что, но это не важно. Это сами увидите. В данном ролике вы можете видеть только материал примерно на одну треть спецоперации. Примерно так. Ну, может быть, около половины. До конца мы не снимали, потому что, как бы, ну, чтобы вам было что посмотреть, кроме того, что вы увидите. И, так сказать, самое интересное впереди. И какую же вообще имеет продолжительность данная спецоперация? Ну, примерно 30-35 минут, капитан Очевидность. Да, около полчаса занимает данная спецоперация. И вы знаете, наверное, тот случай, когда я не буду говорить, что это много. Вообще, я не люблю спецоперации во многом из-за их продолжительности, а также геморрных всяких механик, о чём мы только что говорили. Но, опять же, здесь, как в Анубисе, здесь нет геморрных механик, и поэтому здесь же, как в Анубисе, благодаря этому продолжительность, знаете, как-то не раздражает. Вот как-то оно быстро играется, проходит с кайфом, без проблем, с удовольствием, не знаю. Мне даже в голову не приходило сказать, что спецоперация слишком продолжительная. По-моему, да нет, в самый раз. С таким геймплеем я бы, наверное, ещё минут 5-10 сверху даже мог накинуть, и ничего страшного. То есть, понимаете, если какая-то спецоперация, а большинство, наверное, спецоперации у нас какие-то сложные тактики, прямо мозги нагружают, сука, расслабиться нельзя. Ты там, блин, какие-нибудь полчаса, ты вообще выдыхаешься психологически за них. А здесь полчаса, да ты по бегу, как обычной ПВЕшке пару сыграл, да и всё, по кайфу. И насколько сложная новая миссия. Вот тут, капитан Очевидность, всё, прямо скажем, неоднозначно. Причём совсем неоднозначно, тут есть о чём поговорить, есть что меня, сука, вымораживает капитально. Вмораживает меня сразу два фактора. Первый, это то, что наши дорогие разработчики к вам обращаются. Да, дорогие разработчики, именно к вам. Это то, что вы в очередной раз, как у нас было там, с модами, модификациями, с деталями там. В общем, то, что вы умеете, то, что вы любите. Это уже не первый раз. Можно вспомнить уже несколько таких случаев, когда игроки вам говорят, не надо. Ютуберы вам говорят, не надо. Даже киберспортсмены вам скажут, не надо, ребята. А вы такие всё равно, эх, сделаем. Собственно, о чём это я? О том, что наши дорогие разработчики хотят усложнить все наши ПВЕ-миссии и спецоперации, весь наш ПВЕ-контент, очень странным, сука, образом. Я не понимаю, зачем именно так. Вместо того, чтобы сбалансировать, повысить урон ботов по игрокам, ну, то есть, чтобы они наносили больше урона, и, в общем-то, ПВЕ-шки станут по сложности, как в каком-нибудь там, 15-16 году. Идеально, да? То есть, понятно, хорошо, нормально. Противники, боты более-менее серьёзные. Совсем уж на рожон лезть не надо. Но наши разработчики новые, подчёркиваю, старые, до такого не доходят. Я не буду говорить, что старые были лучше, они там тоже кассифоры были. Но вот в этом плане, как бы, ну, надо их опыт учитывать, поучиться у них. Вы нет. Вы мало того, что добавляете урон ботам, вы ещё их делаете настолько живучими, что из большей части всего стрелкового оружия они не ваншотятся в голову. Я вам не знаю, как объяснить, но ваншот в голову в Варфейсе, особенно на ПВЕ, это... это чуть ли не смысл игры. В этом весь кайф. Бегать ставить мозголомы, вышибатели, комбари, именно вантапами, ваншотами. Раньше, в былые времена, люди с какими-нибудь АК-103 бегали и просто по одной пульте кликали, ботам попадая в голову. В этом был кайф, в этом смак был весь игры. Вы фактически вырезаете эту механику. Дорогие игроки, чтобы вы понимали, мы проходили на двух сложностях данную спецоперацию. На сложности сложно и на лёгкой. На сложно ПКМ Зенит не ваншотит в голову. На сложности легко ПКМ Зенит в голову ваншотит. А вот Хелион не ваншотит. Хелион, сука, Хелион не ваншотит в голову. На лёгкой, на лёгкой. Вот тут даже где-то можно среди видеоряда увидеть это. Я это специально показывал, пробовал. Вы представьте себе, обычному штурмовику с автоматом, не спецназа, даже никому-то, обычному штурмовику надо два попадания в голову. Из Хелиона. Хелиона, ребята. Это первое, что бесит. Вторая же причина, что, в принципе, сама сложность, урон, количество ботов и т.д. и т.п. живучесть, вот всё это вместе даёт такой эффект, что, вы знаете, сложка играется как профи. Профи играется как прям профи-профи такой, хардкордненько, прямо скажем. А лёгкая играется как сложка, причём капитальная такая, знаете, крепенькая, сука, сложка. Нихухры-мухры тебе. И в итоге, в принципе, побегать по чилике, ну, варика нет. То есть, вроде как ты получаешь удовольствие, но когда ты просто бежишь, просто хочешь удовольствие получить, как какой-нибудь Анубис-ложка. Вот ты берёшь на лёгкой, так же бежишь, как на Анубисе, получаешь удовольствие. И твоё удовольствие заканчивается тем, что вы на лёгкой, рандомами, наверное, пройдёте всё-таки эту самую лёгкую, вот эту спецоперацию, ну и потратите вы там кто как, в зависимости от опыта, скилла, навыков, привычки, там, от 5 до 15 знаков возрождения. Кто-то может и 20 потратит знаков возрождения. Это вот такая тут лёгкая. На сложке, друзья, шанс пройти с рандомами невысок. Не то, чтобы его вообще нет, но он невысок. Профи вы с рандомами в принципе. Вот 99% вы никогда не пройдёте. С ложку вы, наверное, более чем в 50% случаев, вы тоже с рандомами не пройдёте. Вы с рандомами пройдёте только лёгкую. Всё. Это вот такая сложность спецоперации, чтобы вы понимали. Надо же. И похвалил, и поругал. Ну, а какой в целом у тебя вердикт? В целом, капитан, очевидность. У меня опять же, что и по сложности, очень смешанные чувства. Спецоперация, вот честно, положа руку на сердце, я не из тех просто, кто будет там новых или там старых разработчиков хвалить только потому, что они новые или старые. Я могу сказать так. А лоды, на самом деле, они умеют создавать контент. И это, вот эта спецоперация, это, возможно, лучшая спецоперация за всю историю Warface. Без шуток. Без шуток. То есть, да, многие говорят, ой, ну, там, белая акула. Да что белая акула? Белая акула была дрочь с этажами, очень хардкорно, надо было какие-то там разрабатывать тактики. Мне нравилось играть в марафон в своё время. Но я тоже знаю, что, в принципе, это тоже дрочь, это тактики, если присидеть на определённых местах. Кайфовая миссия, это Анубис. Вот чисто для себя вот так, просто для души пробежаться, мужику послушать. Это Анубис, это Анубис. Ну, как бы, всё. Анубис классная, я считаю, спецоперация. Да, есть любители прям хардкора, как бы, для них там есть там какой-нибудь Марс, там, всё что угодно. Ребята, вопросов ноль. Но для обычного игрока, а сегодня вот таких прям закоренелых ПВЕшников, они есть, ну, их не так всё равно много, как было и времена. Сейчас люди вокруг Рэма, а ПВЕ это всё-таки для души. А для души это тот же Анубис, например, обычные ПВЕшки. И вот с этой точки зрения, чтобы миссия была приятная, понятная, по механикам, просто бежишь, это тир, и можно было бы на ней и попотеть, и покайфовать, почирить. Просто из-за сложности. Например, можно побежать Анубис профи, и будет уже какой-то пот. Сложка будет легко. Ну, легко, как бы, вообще, в принципе, Анубисом никогда он не вызывал никакого интереса, там слишком легко. И вот вы знаете, вот эта новая спецоперация Мидгард, она больше всего похожа на Анубис. Она похожа очень, она очень-очень похожа. При этом она красивее Анубиса. То есть это спецоперация, которая сочетает себе с одной стороны простоту, а с другой красоту. То есть, ну, на мой вкус, Анубис не такая красивая миссия. Она, да, она прикольная, ничего, но всё-таки как-то вот эти песочные оттенки приедаются. Таких красот нет, как на какой-нибудь Припяти, там, на марафоне, там, на восходе. И вот Мидгард даёт эти ощущения. То есть ты можешь побегать, почирить кайф это, там, музейные экспонаты, блин, эти красоты какие-то, понимаете, скандинавские. Вот это всё видишь, это прям, ну, удовольствие получаешь. Какая природа, там, и вода где-то, и так далее, и тому подобное. Это реально кайф. Это прям услада для глаз. И при этом гейплей тебе нравится. Ты можешь поставить сложнее и попотеть. Ты можешь поставить лёгкий, теоретический, и, как бы, насладиться просто тиром. Но вот проблема тут в том, что тира здесь не будет. И, в принципе, нормального ПВЕ геймплея здесь не будет. Вообще. Потому что, дорогие разработчики, с точки зрения игрока Warface, как он привык за 8, 9, там, 10 лет, нормальный геймплей ПВЕ, это когда боты отлетают с одной тычки в голову. Понимаете? Всегда отлетают. Для игрока Warface это также важно, чтобы штурмовая, как штурмовая винтовка, чтобы ваншотила в голову. Или болтовка в тело. Или дробовик там в тело. Понимаете? Ну, это так не работает. Игроки вам не скажут спасибо. Я вам честно говорю, вы сделали просто суперскую, без шуток, вы сделали суперскую спецоперацию. Вот просто дать механике ваншота в голову, желательно, кстати, на всех трёх сложностях. Может, как в былые времена, там, за счёт урона ботом поднимать сложность, а не за счёт того, что боты толстые. Это глупо, это путь в никуда. Если бы здесь была сложность, как на других спецоперациях, как в своё время, там, на Анубисе, то есть, чтобы боты наносили достаточно, там, высокий урон, там, на профи, допустим, и так далее, или там, какой-нибудь другой миссии. Но при этом, всё равно, на любой сложности они ваншотились в голову, это было прикольно, это было классно, это бы игралось офигенно. Лёгкая должна быть, должно быть действительно лёгкой. Сложка должна быть, ну, такая, как Анубис, примерно, в былые времена, там, году, там, когда он появился только, вот. Примерно так должно быть всё настроено, понимаете? То, что вы пытаетесь всё прямо изменить, это, это не то. Вот понимаете, в чём проблема вашей разработчики? У вас есть классные идеи, у вас бывают офигенные идеи. Я могу сказать, что разработчики, есть то, что вы сделали, вы просто шикарно сделали, целый режим, и честно, когда я в него играл, я ощутил тот же самый задор, восторг, и кайф, который я ощущал, когда только начинал играть в Warface. Это режим охоты за черепами, за головами. И вы это сделали на новых своих 2033 картах, вот эти черепки, это шикарно, это один из лучших режимов, в который я играл, я просто кайфовал. Вот это реально инновация классная. На новых картах, новый режим, с этими черепками, захватами, это просто кайф. Я прямо вот наркоманил, сидел иногда там, по полдня, часов, по 10 играл, просто материал записывал. Мне безумно нравился этот режим. Он очень крутой, он обалденный, вот это реально ваша заслуга. Но то, что вы делаете с ПВЕ, это называется, это не просто ваш провал, это вот вы еще, труд прошлых разработчиков, вы его просто, сука, вычеркиваете, понимаете? Вот все, что они делали, вы пришли и сломали. Не надо, есть вещи, которые не надо ломать после прошлых разработчиков. Я понимаю, что вам прямо новая метла по-новому метет, у вас куча креативных идей. Это не та идея, честно. Вообще, сука, не та идея. Вот делать из ботов танков, которые не ваншотятся в голову, на любой сложности, это полное дерьмо идея. Даже на профе, если боты не ваншотятся из хорошего современного оружия, там нормального какого-нибудь хиллиона, в голову, это говно. Я вам просто говорю как есть. Я в это играть не буду. Это лучшая, может быть, вообще ПВЕ-миссия, лучший ПВЕ-контент за всю историю Warface вы создали. Но в таком виде, с таким балансом, я в это играть не намерен. В эту миссию будут играть по одной причине, из-за наград. Мы это уже обсуждали. Если в вашу игру, в какую-то миссию, играет из-за наград, это плохо. Это путь в никуда. Это путь к еще более низкому онлайну. В игру, в любой ее контент, ПВЕ, ПВП, все что угодно, все ивенты, люди должны играть не ради наград, а потому что сама игра и есть награда. Когда-то люди начали играть в эту игру, в ней не было ни рэмов, ни каких-то супервысоких наград за ПВЕ, там, кроме корон. Ничего. Люди были наркоманы этой игры. Они были прям, они были без ума от нее. Они спали и видели во сне Warface такое реально бывало, даже со мной. Мне ночью снилось, как я там тысячную мясорубку выигрываю. Вот это настоящая игра. И вы можете сделать эту игру. На примере охоты за черепами, за головами, мы знаем, что вы можете. Вы способны. Просто делайте качественное, как вот на примере этого контента, новое, но, пожалуйста, не ломайте старое. И тогда, опять же, ваш новый контент, если вы не сломаете старые механики, великолепно может зайти.